С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Строители готовятся к обустройству в регионе зимников. Департаментом природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа уже подготовлено постановление о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в Тундровой и лесотундровой зонах. После опубликования документа строители смогут начать обустройство зимних дорог. Более раннему началу способствуют устойчивые морозы. Главный зимник региона Наринмарусинск в этом году будет проложен вдоль строящейся дороги. В связи с этим его протяженность для пользователей сократится более чем на 50 километров. По данным Департамента строительства транспорта и ЖКХ Анал, на 90-километровом участке зимней автомобильной дороги будет организовано пять снеголедовых дамб. На сложных участках трассы, крутых спусках и подъемах будет организовано дежурство бульдозеров. Для ориентации водителей в условиях пониженной видимости будут установлены вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 метров. В этом сезоне для водителей, попавших в чрезвычайную ситуацию, организуют дорожно-ремонтные пункты с возможностью предоставления мест отдыха, 16 койко-мест. Между пунктами будет обеспечена бесперебойная связь. Предоставление информации о состоянии зимника будет осуществляться ежедневно в 7 утра и в 16.00. Кроме того, узнать о состоянии зимника можно будет непосредственно перед выездом, посмотрев на специальное информационное табло.